Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешим. Номер 327. События дня. Как эпиграфы. Иаков 4.4. Прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Это равнозначно. Другом миру подряд все могут быть. Другом миру. О, прыгунка какая. А врагом Богу, да еще врагом Богу. Нет, я не враг. Ну, это не знает просто Божье выражение. За 3 ноября 2016 года. И к этому же относятся вот еще два. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, кто нет любви в очередь. То есть любовь к миру вытесняет. Он не понимает даже, что, как. Оправдывает все. Любит мир, любит курить, любит пить, материться и отчет особенный. Я разговариваю, материться прямо один. Ничего, отчет особенный. Это не запрещено. Православный. Если курит, материться, пьет, это самый настоящий православный. Батюшка все грехи ему отпускает. Ничего он не отпускает. Обманщик стоит. Шулер. 1 Иоанна 2,16. Каждую неделю. Мы с товарищем тут неделю опять блудили, пили, блудили. Ну, пошли в воскресенье, исповедовались, причастились. Опять на неделе пили, блудили, опять исповедовались, причастились. Вот что значит, чаще исповедоваться, чаще причащаться. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очевид, гордость житейская, не есть от отца, но от мира сего. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира? Но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. И родные, и близкие все будут против. Я передал им слово твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Слово. Все дело в слове. Если есть слово Божие, будут враги. Ну и дальше. Посвящается всем ушедшим из православной церкви. Вот посмотреть надо. Вот у меня из Испании тут не дошли еще. Книги посылал. Даже фамилию, имя нельзя указать. Вокруг меня такая кодла. Ужас. Только где-то есть, там разные, разные, там всюду, из Америки, там с Кваратовской, кидаются, как бешеные псы. И на этих людей, которых узнают, а их там легко теперь высчитать, да вы к кому подошли, да это псевдо, да это упыри и прочее. То есть беснование, а что это причащение. Демоны входят в человека, когда он неразумный. Многие больные, немало умирают. И поэтому даже указать нельзя. И все православное. Как бы это так. Свободу-то никакой не дают. Просто диктаторы. Я бы гонялся где-то, кто с кем-то и прочее. Ненависть ослепляет полностью. Почему Исидор Пелосиот и говорил, предвзятость не дает здравого мышления, а злоба вообще отнимает разум. И тогда он не понимает ни родство никакое. Здравствуйте, уважаемый Игнатий Тихонович. То есть эти люди, я и с ними не встречался никогда. Пришли в православие. Только что посмотрела ролик номер 322. События дня. Там вы говорили о книгах, почему их так разделили при посылке. Они полный комплект выписали. А это две коробки и два пакета. И пакетики пришли. По две книги в пакете. А остальных книг нет. Я этого вашего письма не получила. Вот этого. Так отвечаю только сейчас. Потому как увидела на ролике. Я думаю, те пакеты побольше. Весят около 14 килограмм. Не пакеты, а эти коробки. И они пойдут, наверное, по суше. А маленькие, наверное, пришли по воздуху. Потому что очень быстро пришли. То есть они вместе посланы. И за ними следишь здесь. Как они идут. Я заряжал. Ну или что-то вызвало подозрение на таможне, как вы говорите. Дай Бог, другие тоже скоро придут. Спаси Христос. Я тут уже даже не говорю кому. Я никогда не люблю вот это все это скрывать. У меня все открытым текстом шло. Ну привязываются так. Люди просто говорят. Невозможно, говорят. Встаю, говорят, прям забросают пакостями всякими. Серахов 6.1. Не делайся врагом из друга. Ибо худое имя получает в удел стыд и позор. Так и грешник двоязычный. С тобой говорит так. Поза глаза говорит так. Ну и ясно дело, что это никуда не годится. Притча. Дурно, дурно, говорит покупатель. А когда отойдет, хвалится. Это отнеси, если у тебя есть к чему. Вот против моих книг так же говорят где-то. А когда получат, не знает, кому похвалиться. Просто подпишите хоть одну книгу. Им тоже вот просили. Я подписал. Притом это католики больше православные стали. Так. Тамара Селиванова. Почему я эту открыл? Так подумал, что их не... Ну, Господь сохранит. Благодарим за ролики. Все они бесценные и очень нравятся всей нашей семье. Также рады, что получили известие о Никите, что с ним все в порядке. А то уже забеспокоились. Слава Богу. О Никите что сказать? Вот. Попутно сразу же. Вот вчера это у меня было, да. Сейчас я покажу, где. Он прислал ответ. Это Никита Колесников. Сразу показать. Вот дергается тут. И он пишет. Никита. Вот он с голубями. Голубь один там все-таки. Я говорю, может, с Саватом его на завтрак приняла. А он пишет. Сегодня, наконец, добрался до своего дома. И закончил уборку в двух местах. И показывает. Вот крыльцо. Видишь, очищенное. А то там брежневого хозяина все это заставлено было. Вот тут я убрал. Тут заваленка у него была из сучков. Это на второй этаж. Дверь маленько подобрал. Тут подмел. Показывает ларь. Это большой ларь называется. Он больше метра высоты. Метра полтора, может быть. Ну, метр двадцать. Пшеницей засыпается. А это рядом в лестнице. Вот это вот. Это и ларь, и все это я делал, когда ему помогал. Моя работа с плашняком. Вот. Я это посмотрел. Это в дальней комнате. Нет, где это вот это, мы говорили. Это как, перед тем, как в дом заходить, на веранде налево. Налево, на веранде. Да, это он поставил. Потому для меня это... Ну, да, вот, где-то, вот, вход туда в подвал. У него подвал огромный-огромный. Ну, а это как заходишь в дом. Вот. А это уже, как залезешь там, он там видно, это, с этой стороны от лестницы слева. А это справа, голубятня моя там. Весной туда голубей хочу прислать. Вот так. Видишь, он еще здесь прибрал маленький и сразу туда эвапировал. Я пишу, красивее стало. Ну, вот вам про Никиту. Вы хотели услышать про Никиту? Там кто? Ну, показали, что он там что-то делает. Ну, не особенно уж столь много. Вот мой мир. Сейчас вернусь назад. Показать, чтобы... С днем рождения, который я всем одинаково скидываю. Вот, что еще у нас тут? Юрий Соболев пишет. Миром Игнатий Тихонович, вчера при домашнем изучении апокалипсиса с братом застыли в раздумьях над многозначимостью слова «ангел» в Святой Библии. Решили до следующего занятия выяснить. И вот дивное дело. В свежем ролике о вине Мессии и Святой Троицы вы, словно подслушав наш вопрос, даете именно на него ответ. Даже не верится, что в который раз так происходит. Слава Христу! У меня проповеди там, 1300 проповедей стоит. Вот мы с женой шли и говорили о чем-то. Ну, пришел домой, ткнулась в середине проповеди, среди 1300, и вы прям, наверное, говорите о том, что есть. У меня на занятиях в университете всегда говорили, как вы можете знать, я вообще понятия не имею. И вот все, которые заходят, и все подмещают это. Ну, и вчера мы говорили, сильная тяга к курению третий день. Можете гасить эту страсть водкой? Я отвечаю Матфея 12.26. Если сатана сатану изгоняет, он разделился сам с собой. Как же устоит царство его? Ну, один грех другим. Из двух зол выбираем меньшее, как говорят. Да не надо зло выбирать меньшее, не надо его совсем. Ну, и об этом Марк говорит, и говорит Лука, вот, считай. И пишет. Я принял, что курение ничего хорошего не дает. 60 лет покурил, все разбирался, хорошее или нехорошее. Ну, а вино-то, секера ли, это на радость нам дано, нам дано. Секера ему на радость. Где он нашел? Ну, нигде не нашел, на столе. Сижу и радуюсь, допиваю бутылку водки. Он и греха не стыдится. Страшаться ли нет, говорит, хвалится грехом. И так одним грехом меньше. Одним меньше. Но даже если один грех у тебя будет, ты в рай уже не войдешь. Ничто нечистое не войдет. Написано. Курение ничегошеньки хорошего не дает. А прокурил столько, что можно уже не одну квартиру купить. Это действительно вредная привычка от дьявола. Вот дальше одна Алена пишет. Фамилию скрываю, нельзя показать. И знаете, Тихонович. Здравствуйте. Никогда не знал я его снова. Новый человек. Меня зовут Алена. Я в первый раз увидел ваш канал в Ютубе, а смотрел ваши ролики «Мой муж Алексей». У нас верующая семья. Приняли крещение в церкви евангельских христиан-баптистов. Познакомились мы с ним в церкви. И вот теперь, слава Богу, вместе. То есть у баптистов ходили на собрания они. А тут встретились с нашим видеоканалом. У моего мужа скоро день рождения. Я бы хотел приобрести ваши книги ему в подарок. Он будет очень рад. Новый завист с толкованием Тритома. Я очень благодарна Господу за таких людей, как вы. С Богом. Я так рада, что вы мне ответили. Я прочла написанные вами материалы и совсем согласна. Ваш сайт – это Божье благословение. Он очень полезен. Я с большим рвением смотрю события, особенно за детским лагерем. Мы думали с мужем и детьми, у нас их двое, чтобы вместо отпуска приехать послужить на месяц. Ну вот так, держите с нами связь, и в июне можно будет приехать. Мы вас побольше узнаем, а вы о нас побольше узнаете, Алена, с Алексеем, я вам говорю. Но пути Господни неисповедимы. И нас Господь благословил, и я нашего ребенка. Это мальчик, мы хотим назвать его Тимофеей. А как мне узнать, сколько за пересылку нужно заплатить? Оплачивать буду по Сбербанку. И вот еще, Игнатий Тихонович, если можно, пожалуйста, не могли бы вы подписать эти книги нашей семье Алексею и Алене? Мы были бы рады любому слову, написанному вашей рукой. Первый раз люди пришли, они у баптистов познакомились, и видно, Господь труд проводит у них, чтобы они поняли, что баптизм это не церковь. Церковь там, где есть священца, литургия, причастие. А там-то хорошие люди, но просто сказать надо. Так, я надписываю книги, когда просят, но когда книги другие есть, а на Новом Завете я надписи не делаю. Ну, такое у меня принято, не делаю. Новый Завет Толкования. На любой книге сделаю, а на этом не решаюсь. Так что, так вот, чтобы знали. Александр Гудник, тоже я ему, не боюсь, выставил его прямо фамилию. Игнатий Тихонович, сегодня смотрели события дня 316. Вы засчитывали наши вопросы. А у меня такой вопрос. Кому вы разрешаете приехать на крещение в Потеряевку? Ну, кто готов будет? После крещения люди из других городов становятся членами вашей общины. Да, они именно члены нашей общины приезжают и причащаются здесь. Но, когда юристы я спросил, а можем мы выдать справку по закону Яровой, что можем благовествовать где-то? Нет, говорит, только те, которые на одном месте живут. Как члены нашей общины, все распространяется на них, а это нет. Не бреюсь уже два месяца. Наш сын Михаил, ему четыре с половиной года, когда с женой ходили в храм, попросил купить икону. Храни вас Бог. Прямо баптисты пришли, просветили и говорят, мы уходим от вас теперь. Работа. Посмотрели ролик с Юлией из Оренбурга. Нас с женой крестили мочением. Мы хотели исповедовать себе и принять причастие. Но раз крещение недействительно. Нам нельзя принимать причастие? Нельзя. Нельзя. И вы должны соглашенными выходить. Вот. Ну, я вам отослал, кажется, о крещении. Ну, еще раз напишите. Надо, нет, маршрутку. И выставили мне сегодня один ролик. Называется Мудрые слова султана Сулеймана о евреях. Но так как это у нас выставляется на Ютубе, то там ничьих кадров не должно даже быть. Сами найдите. Вот здесь вот. Мудрые слова султана Сулеймана о евреях. И действительно, ну, это в фильме, видимо, показывает. Показать я не могу. Потому что тогда этот ролик будет недействительный. Ну, вот и, как бы сказать, все. Показать нужно наши ресурсы. Вот. Здесь. Сейчас еще раз посмотрю, как все записалось или нет. Я по сюда переношу. Вот сегодня выставил я шесть роликов. Вот один из них такой вот человек приходил, кажется, с Украины. Нужно ли христианам переселять все в Израиль? Все продают и все выезжают в Израиль. Не израильтяне при том. Спасать-то только там. Вот события дня и прочее. Ну, еще у нас ресурс большой. Это православный форум. 1606, кажется, тем. Тем. Очень грамотно составлено. Легко искать любую тему. Ну, и наш YouTube. Вот. Сегодня вот я открыл как раз занятия, события дня и каждый день. Ну, и главный ресурс наш – это во свете Библии сайт. Тут общения никакого нет. Тут материалы, кто если придет, не на один год. Прослушать вот это вот. Книги, проповеди. Ну, кто по-настоящему здесь. Сколько посещают. Я раньше смотрел, а тут что-то давно-давно уже не смотрю, года три. Он стоит, за ним наблюдает. Там еще иногда кто-то пожалуется. Книги нет. Они там определенное время, надо подновлять продление. Ну, и вот так. Ну, и еще что. События непосредственно у нас здесь. Главное событие вчерашнего дня, что Роман Малыш на своей машине доехал. Вот он сидит, пришел. Так. Машина. Я сейчас спрошу про машину. Я открою. Вот она машина. Видать, она стоит. Это я показал в окно наблюдения. Вот она. Вот она машина большая. Какая длина она? Ну, полностью состав будет метров шестнадцатую. И какой груз она может поднимать? Вести. По нормам-то ей положено? Да, по норме 27 тонн по норме. А ты сколько нагрузил? 23. Вот так. У вас место там свободно-то еще есть? Полностью? Почти нет, да. Ну, вот. Вот она машина стоит. Там товарищ его спит. Две секунды и опять переключаю. Но вообще удивляюсь, что натворили мне и сделали. Ну, как доехали-то? Рассказываю. Слава Богу, с вашими молитвами доехали отлично, можно сказать. Ну, были там некоторые нюансы небольшие. Погромче говори. Были небольшие нюансы. Там радиатор у нас, трещина появилась. И по дороге вытекал тасол. Пришлось доливать. Но это не подводная лодка. Можно остановиться. Да, это не страшно. Поэтому доехали благополучно. Ну, и как Урал проехали? На Урале настигала буря нас. Но мы как-то из-под нее выскочили. Мы ехали ночью. Ну, Урал незнакомый. Но для меня я груженым никогда не ездил по горам. Мой товарищ Вячеслав, он как бы из рода дальнобойщика. У него и дед дальнобойщик, у меня отец был. По перемену за рулем были. Это здорово. У него опыт побольше. И он как бы там немножко проинструктировал. Ну, слава богу, нормально. Всю ночь ехали в Урал проезжали. Я хотел днем, чтобы хотя бы пофотографироваться там. Но там ничего не видно было. Такая буря. Я говорю, давай всю ночь едем, пока еще есть возможность. Ну, фуры были там в Квете, были аварии, конечно. И сколько у вас в день получалось? Ну, как когда? У них были ремонты. А так, ну, километров в 500-700 в среднем. Такой груз. Мы-то на своей ездили, когда на Восток. У нас в среднем 13 дней мы туда-сюда ездили. 1030 километров каждый день. Значит, у нас отбой был. Ложились в 10, а в 2 поднимались. Который более опытный шофер садился до рассвета, а потом второй. На Газели. Еще спрашивают грузовая, то ты Газель. Урал, это препятствие. Там одна площадка такая есть, где-то посредине. Они там день и ночь маящат, чтобы заезжали к ним. И они там какая-то компания. Там ни туалета нет толком. Ничего не найдешь. Все разом. Но кто-то взял насыпь, чтобы ехать-то можно было, заезжать. И они там караулить. Ночевать нельзя. Они сразу же тебя облепляют со всех сторон. У нас была собака очень сильная. И только подошли, я сразу вышел с собакой и сказал, если будете лезть, ребята, нельзя этого делать. Ну и все. При нас остановился на машине. Тоже так, как наша, как Газель. Видно, мусульманин. Мальчишка прям совсем. Ну, может, летом его шестнадцать. Вынес свой там коврик. На него встал. Не глядя на кого, помолился. Они к нему. Он ни слова не говоря. Им деньги надо. Он сразу смотался и поехал дальше. И поэтому мы там, когда были, мы ночь всю бодрствую. Ну, я сидел бодрствую. Я не шофер. Поэтому я вот так. Утащила. Это еще. Ну, знаешь, какая балуется. Так. Я кое еще спрошу. У тебя намерение жить в Потеряевке. Поэтому, когда приедете, общее собрание будет написать заявление, ознакомиться с уставом. Ты уже знаешь все. Через это. Ну, и остальное все. Я избран посчетным жителем Потеряевки с правым голосом. Мой голос, скажешь, там же. За тебя. И вот, когда ты уехал, а у нас там дерево одно так наклонялось. Ну, все ждал. Вот Роман был бы, сейчас бы у нас, знаешь, нам привезли эту, подарили пилу. Он бы пилил, а мы бы сейчас свалили. У Никиты там вокруг дома пилить. Мы наваляли сколько. Все лежит, не пили. Но если можно будет, ты посмотри, на гвоздь только не заехать. Перед Никитиным домом лежат. Если они на безуду, то можно прям зимой перехлестать их. И в лагере. В лагере сколько есть, там лежат бревна, там проще. Витя знает, придет. Их тоже все надо перепилить. Если можно. В новых там гвоздя нету, а в старых быть аккуратнее. Лучше и не трогать без нас. Тем более снегом где-то запорошит гвоздь. Я тебя вспоминал многократно, но, ожидая тебя, мы не сидели на месте. Там подойти нельзя было деревья, все заросшее, мы все выпилили. И которые пеньки остались, в них кое-где вросла проволока. Тоже пока не трогать. Только которая лежит, которой мы напилили, надо будет перепилить. Так. Ну что, так остальное все у нас на сегодня. Никаких событий-то нету. Вот сейчас вам ехать надо в Потеряевку. И вы здесь, наверное, сегодня у нас пятница, 4 ноября. Пожить надо. Температура такая хлипкая. Ну прямо то плюс, то минус. И много снега, и вам не проехать. Я вчера говорил. А суббота, воскресенье 10-11 градусов мороза. И потом опять тепло. Вот надо дождаться, 10-11 пройдет. За два дня-то. И что-то. Опасно то, что снег, под снегом-то, а зима пшеница, все остается. А снег уже выпал. И мороз не достанет до этого. Вот в чем дело-то. И тогда я не знаю. Тогда только Игорь, если на своем тракторе, вытаскивать вас будет. Ну что такое? Ну все, наверное, однако на этом.